Добрый день, дорогие горожане! Мне, как человеку пожилому, уже приходилось бывать в кабинетах различных руководителей. Я не буду говорить руководителем, какого предприятия является Сергей Петров, помимо того, что он является одним из учредителей Якутской экологической компании. Компании, миссии и цели которого полностью и во многом совпадают с теми чаяниями жителей нашего города. Не секрет, что в последнее время, да и не только последнее, мы, якутяне, вообще очень трепетно относятся к экологии, к чистоте наших водоемов, лесов. Мы всем обществом, скажем так, порицаем тех, которые оставляют мусор и так далее. И в последнее время в связи, возможно, с общеглобальным трендом является у всех на слуху раздельный сбор мусора. И в этом вопросе есть два типа, ну скажем так, активистов. Первый – это те, которые несут идеи массы, разъяснительную работу проводят. И второй тип, который нашему общему везению существует – это люди, которые обдумывают эти идеи и потом начинают работать и даже зарабатывать. Я так понимаю, да? Да, да. Сергей Александрович, ну, давний мой знакомый, поэтому мы можем вот так вот попивать человек, пообщаться. И я думаю, что многим телезрителям будет интересно, о чем мы сегодня будем говорить. А говорить мы будем о многих вещах. Давайте начнем, как только закончился Советский Союз, я вот как сейчас помню, да? Многие начали говорить, о, мусор, на этом можно зарабатывать. На этом можно зарабатывать. Это когда свалка еще не стояла очень сильно, вопрос о переносе нашей городской свалки, полигона по-современному. И сразу же нашлись люди, которые говорили, развитых странах на мусоре зарабатывают. Сергей, вот вам в реалиях пришлось столкнуться с тем, что вы в Якутске начали собирать раздельно мусор. Можно ли на этом заработать большие деньги? На самом деле, действительно, на мусоре сейчас, ну, зарабатывают люди и привыкли зарабатывать. Но в чем проблема на Якутии, нашего региона, это логистика. Обратная логистика, так как нет у нас инфраструктуры переработки внутри республики. И обратная логистика забирает на себя, ну, там, значимую часть стоимости, так скажем, вторсырье. Был кризис, начиная с 2018 по 2019 год во вторсырье, да, и стоимость его в этот момент сильно снизилась. И во время пандемии там были вообще крайне низкие тоже цены. Вот тогда, конечно, это была наша проблема тогда на тот момент. Вот. Но сейчас все образумывается, да, цена начинает отскакивать, расти. И, конечно, более благоприятные финансовые модели у нас формируются на сегодняшний момент. И действительно, да, сколько мы обработаем уже так вот ЕК, официально был зарегистрирован в июле, до этого мы так неофициально потихонечку тут собирали, точнее, то есть не было юридического лица у нас отдельного, обособленного. Мы, ну, у нас была уже ЭК-станция, мы начали немножко потихонечку подсобирать вторсырье, накапливать его, но его было крайне мало, вот. Вот. И, ну, где-то около года, и вот за этот год сейчас у нас, я сегодня уже рассказал, 7 человек в штате, плюс мы там с моим партнером вместе работаем, ну, на безвозмездной основе, естественно, вот. И мы уже выходим на самоокупаемость. Помимо этого, так как у нас большой холдинг, конечно, у нас есть ресурсы логистов, отдел рекламы, маркетинга, который нам помогает работать в бухгалтерии, юристы, да, но когда я говорю, что, ребята, это ваша зона социальной ответственности, надо помочь, поэтому, вот, как бы, все это нам помогает сейчас уже выходить на окупаемость и говорить о заработках и уже о развитии, о дальнейшем развитии, развитии сборов вторичных фракций на территории города Якутска. То есть, якутская экологическая компания очень сильно повезло, что его учредители, ну, уже встали на ноги, ну, известные в республике, скажем так. Ну, получается так, да, что, как бы, смотря там на наших конкурентов по рынку, им, конечно, намного сложнее в этом плане. Да, заниматься с нуля этим бизнесом и этим делом очень сложно, да, это надо, во-первых, вложения взять, потом найти, да, на машину, на пресса, на базы, да, на людей, которые будут всем этим заниматься, на продажников, да, надо же договориться со всеми еще поездить, там, убедить, что все-таки картон надо разделять, да, людей всех, да. Это сложно. Так как у нас были ресурсы, да, и финансы, тут нам, конечно, немного попроще, и мы, конечно, сейчас в этом плане быстрее развиваемся. Ресурсов больше, развитие быстрее происходит. Сергей Александрович, а куда девать энергию тех самых, тех же вчерашних школьников и так далее, которые очень, очень хотят, на самом деле, они дома поставили три ведерка, начинают, ну, пластик отдельно, бумагу отдельно, твердые, или там какие-то бытовые отходы отдельно, да. Вот их энергию как можно использовать во благо в этом начинании, потому что, еще раз, бизнес и бизнесовые, да, все-таки, я думаю, что социально-экологической направленности у якутской экологической компании гораздо больше. Действительно, действительно. На самом деле, вообще, сам же бизнес зародился с зоны социальной ответственности компании, да, нашего холдинга. Еще начинает, сколько, два года назад мы начали программу «Сохраняю планету», там, «Сдай батарейку, сохрани планету». Эта программа была по сбору батареек для последующих передач на правильную утилизацию, потому что батарейки, как мы батарейки патронами называем вообще, по идее, да, настоящие же патронами, потому что в них есть химия, да, много химических соединений, нельзя допускать их, выбрасывать, так скажем, в землю. Вот. Мы начали собирать батарейки, в то время в Якутске вообще никуда было сдавать батарейки, мы были первые, ну, особенно на безвозвездное с нами, да. Не секрет, что из батареек вообще никакой выгоды не получаешь, а доплачиваешь, да, там, от 100 до 150 рублей на килограмм мы доплачиваем с учетом логистики за утилизацию батареек. Начали с батареек, дальше как бы больше-больше, и вот пришли уже к тому, что стали собирать около семи сейчас, типа, фракции, ну, и сдаем их там по мере возможности, там, где-то, что-то где-то в Якутске остается, но большая часть, конечно, у нас уезжает на комбинаты. Вот. И действительно, мы уделяем много внимания, так скажем, социальным вопросам, да, экологическому просвещению, да, у нас там хороший паблик в Инстаграм, мы там много публикаций, пишем информативных, создаем какой-то свой контент, где людям разъясняем, там продвигаем его также, да. Вот сейчас большие планы на эту весну-лето, там целое, будет еще больше информации, которую мы будем распространять. Помимо этого, также у нас есть вот этот пилотный проект совместно с управляющими компаниями и Министерством жилищного, коммунального хозяйства и энергетики. Республика Схай-Якутия – это пилотный проект по установке урн внутри жилых кварталов, ну, возле дома, так скажем. Это уже раздельный сбор возле дома. Вот. И на сегодняшний день установлено 12 урн. Первая была установлена в прошлом году, там, по-моему, в феврале или начале марта. И уже 12, еще 5 на подходе будет, 17, и я думаю, что если до конца года мы где-то до 30 дойдем, это будет, конечно, успех. Тут, конечно, немного… Какой момент? Мы находим людей, которые нас поддерживают. Это чаще инвесторов. Управляющая компания, может быть, да, либо застройщик, подрядчик-застройщик на 203-м. Там мой однокурсник оказался, и он предложил профинансировать эту всю историю, установку этих урн. И сейчас вот Сбербанк активно входит в эту программу, там, чтобы свои офисы настроить на переработку. Вот они тоже выступают инвесторами в этих урн. То есть одна урна стоит, там, сейчас в районе 48 тысяч рублей. Но это то, на чем мы абсолютно не зарабатываем, да, то есть мы изготавливаем их для продажи, для по себестоимости. Пока, да, сразу хотел бы сказать, вот ставить эти урны за свой счет мы не можем, естественно же. Потому что люди говорят, ну, это же уктор сырье, вы накапливаете, вы сдаете, но у нас нет пока таких ресурсов, вот, чтобы эти урны устанавливать на безвозмездной основе. И вот этот инвестор приобретает у нас урну, и в дальнейшем мы обслуживаем ее бесконечное количество времени за свой счет самостоятельно. У нас там сейчас три фракции, отдельно картон, и вместе собираем PET-1 бутылочного типа и алюминиевые банки. И алюминий, ну, интересный проект на самом деле. И самое, что хорошее, это он, получается, делает раздельный сбор более таким доступным для людей. Люди же часто говорят, вот будет у меня урна в ограде, я буду, начну сортировать. К вопросу об энергии вот этих вчерашних школьников, которые, Егор, я хочу раздельно собирать, да. Когда вы установили вот эти урны, вот как вы оцениваете вообще подход народа-населения нашего города, да, столицы нашей республики? Поддержали ли они аккуратно? А то бывает же такое, хорошее начинание вроде бы, да, ну, все пополам, да? Не, у нас очень классные люди на самом деле. И у нас, вот, мы недавно сделали там, наши маркетологи сделали ролик, посвященный раздельному сбору в минус 51 градус мороза. В этом же году было очень холодно и очень долго. Но ежедневно на вот нашу экологическую станцию здесь, на Вилюйском тракте, приходило в день там по, ну, там, от 10 до 30 человек. Пешком, на автобусах, с пакетами, с вторсырьем этим, да. И они приносили, издавали, да, то есть рекомендую всем к просмотру, да. Людей очень удивляет, особенно центральной части России, да, что мы здесь в морозы, там такой туман, ничего не видно, да, а люди все равно сдают вторсырье. Да, да, и поэтому люди у нас, много очень у нас таких активных людей, да. Конечно, есть и скептики, есть и вот эти вот, да, как и везде, да. Да, да, есть такие, ну, мы, как бы, как бы, есть разные люди, очень много мнений различных, да. Но хотелось бы отметить, что вот людей, как бы, которые искренне, ну, начинают понимать, что это правильно, и что этим надо заниматься, становится все больше и больше и больше с каждым годом, с каждым, не знаю, с каждой неделей их все больше и больше становится. И, ну, инфраструкт, в принципе, как бы, там, пунктов приемов становится больше в городе, ну, это касается по трем фракциям, но они самые популярные, это три фракции, это самые, там, достаточно, ну, ПЭТ и Картон точно самые популярные, да. Вот, пунктов приемов становится все больше, потому что вот на 203, допустим, люди могут, ну, с 202 сдавать, с Хабарова, да, там, ну, со всего района, получается, уже не обязательно ехать, допустим, к нам сюда, можно сдать туда, да, и пунктов все больше и больше. Да, там, в Иронии, там, на Петра Алексеева есть пункт, да, туда можно сдать, допустим, той части города людям. Ну, и тут уже попроще это становится. Вот, поэтому, ну, вот какая-то такая история с людьми. Значит, ваша оценка, народ у нас замечательный, да? Да. Картон кидает картону, ПЭТ к ПЭТу, алюминий к алюминий. Ну, это, это, да, это везде, ну, не бывает же идеальных, как бы, мы, когда сначала-то начали заниматься, у нас, ну, вот история, да, вот реальная история, там, да, из жизни. Мы, когда начали заниматься, у нас, у нас есть секция на юридическом тракте под бумагу. Мы по своей глупости ее сделали. Мы думали, сейчас будем собирать бумагу от жителей, классно, еще одна секция. Наша задача была сделать как можно больше секций, которые можно в Якутске принимать, обрабатывать, там, отправлять на переработку. Вот, и бумага, ну, сделали инструкции, все, ну, как бы, у людей же понимание бумага, ну, все бумага, салфетка, бумага, чек, бумага, это бумага, да, все, там, как бы, тетрадь, обложка тетради, там, тоже бумага, ну, то есть, все, это бумага. Но на самом деле, там есть требования, там, определенные требования, которые были там озвучены. Мы как заглядывали первую, там, каждый день постоянно, что там, что там, да, интересно же было, вот, а там все подряд, там все подряд вообще. И бумаги, и реальные бумаги, которые мы сможем извлечь и отправить на переработку, там, вообще, очень маленькая доля. И мы приняли решение, конечно, о закрытии бумаги, сейчас бумагу мы там у бизнеса забираем, да, в основном, потому что у бизнеса архивы, там, так далее. Либо принимаем уже, с лета будем принимать бумагу на базе от физических лиц, да, сейчас пока зимой, там, площадь ограниченная, пока не можем, да. Вот, ну, самостоятельно на экостанцию сейчас бумагу нельзя привезти. Конечно, есть засор, особенно в пластике, да, мы в одну урну, там, кладем три типа пластика, два, четыре, пять, да. Там, как ни заглянешь, там, полистирол, там, бумага фольгированная, или, там, небутылочный пэт, это то, что не надо. Там, семерка есть, да, и, как бы, ну, да, есть, но это, как бы, же, первый шаг только. Это только первый шаг наш, вот, вообще, якутская и Якутия, да, там, к раздельному сбору. Ну, без этого-то никуда, как бы. Вот эти тройки, пятерки, семерки и прочие градации, да, а вот вам, ну, как человеку, который занимается, скажем, досконально в теме, да, ну, наверное, это понятно. А вот нам, как простым обывателям-то, допустим, а как разобраться, что и что, и что из кого? Ну, как, переворачиваем, смотрим маркировку, если нет маркировки, мы всегда четко говорим, если нет, если не уверен, вот как принцип нашего раздельного сбора, не уверен, не сдавай. Потому что, как бы, есть два принципа, да, там, не уверен, не сдавай, или там, не уверен, сдавай, да, ну, грубо говоря, можно так сказать. Если какой-то есть, ну, город с развитой инфраструктурой, автоматически сортированные комплексы, там лучше сдавать вообще все, что можно, прям в контейнер ложить, там, для... Да, там все рассортируют. В нашей ситуации у нас ручная сортировка, ручная труда, у нас, какая история, у нас не уверен, не сдавай. Если вы не уверены в том, что это подойдет, лучше не сдавать. Потому что потом, вследствие сортировки, у нас, опять же, тоже появятся вопросы, мы сами можем не быть до конца уверены, там, подойдет ли этот пластик или нет. Опять же, там, чтобы определить, тип пластика без маркировки, там нужно проводить дополнительные опыты, типа, опускание в воду, либо поджигание, смотреть, как он себя ведет. Это очень... Огромное количество времени, да, допустим, вот, небольшое количество отходов, допустим, проверять по одному. Поэтому мы только на маркировку сейчас нацелены, да, смотрим маркировку. Если маркировка наша, забираем, если маркировка не подходит, нет. Ну, перед этим еще помыть надо, конечно же, обязательно. Мы сегодня вот побывали на ваших объектах, да, это, прежде всего, вот то, что вы рассказали, это первичные вот эти контейнеры для сбора, раздельного сбора мусора. Ну, 203-й прям в нашем дворе стоит, дома, который был построен, скажем так, одной из наших организаций. Хорошо, побывали вот на базе, да, где огромный завал картона. Я впервые такое вижу. Я вот у того Петрова был, да, который один из активистов тоже экодвижения, один из пионеров, наверное, того, кто начал... Первооткрыватель, наверное, даже, вот тот мусор, который люди обычно выбрасывали, он начал собирать для переработки. Вот не секрет, что у нас в Якутске можно переработать мизерную вообще долю всех тех объемов, гигантских объемов, на самом деле, мусора, который мы все генерируем. Что здесь в Якутске можно переработать? И дальше мы двинем, а что где перерабатывается? Ну, в Якутске, по факту сейчас... Бумага, газеты. Эковато. Эковато, это газета, да. Ну, вот газеты, да. Ну, да, газеты. Кстати, да, действительно, единственное, которое предприятие сейчас действующее по переработке на территории Якутии, я бы сказал, это вот Эковато, да, там, ОВЕКТР, да, вот. Ну, у них объем 20 тонн, около, в районе 20 тонн у них в месяц идет вторсырья на переработку, это вообще там очень небольшой объем. Небольшой? Конечно, 20 тонн это бумаги, ну, там, у них бумажных, ну, точнее, газетных отходов, это совсем небольшой. А там проблема в том еще с Эковатой, что газет все меньше становится. Да. И сырья меньше, а нового технического условия на изготовление Эковато там из бумаги или из картона нет, по факту, там, либо решений таких, либо там оборудование стоит каких-то гигантских денег, типа, там, миллион долларов, да. Вот, поэтому там снижается, там, объем переработки получается у Эковато тоже. Ну, это по всей стране такая история с Эковатой, вот. Да, и были там истории производства, ну, туалетной бумаги, тротуарной плитки, но, насколько я знаю, там, вот, надо... Тоже небольшой объем, да? Ну, да, там тоже небольшой объем. Тротуарной плитки, там, пластик же идет в основном, ну, естественно, там 30% пластика, 70% песка, да. И там был небольшой объем, да, у ребят, они там, ну, около 40 квадрат в день, и, по-моему, они говорили, что изготавливают. Вот, незначительные объемы, да, там. Ну, сейчас они опять тоже приостановили свою деятельность, да. По факту, получается, что переработки якутски нет вообще. По факту. Да, ну, только там, если нашли, там, нелюбимый мусор, сжигающий, там, какие-то установки. Ну, наверное, эту переработкой назвать нельзя, естественно, это не переработка. Вот, а, как бы, из вариантов, да, как вопрос был про варианты, тут надо... А, пока вариантов тоже очень мало. Ну, полимер-песчаные изделия – это вот самый реальный вариант, да, производство полимер-песчаных изделий. Да, как бы, ну, и на самом деле, вообще, вот, когда... Это же тоже, на самом деле, не совсем переработка. Переработка-то мы взяли из пластика, сделали пластик, грубо говоря. Вернули обратно, из... Там, то есть, а тут, получается, мы заменяем свойства абсолютно, да, то есть, мы пластик, где мы производим там строительные материалы, да, как бы не совсем, там, вот, некоторые экологи не совсем называют это переработкой, тоже, условно говоря. Это повторное использование, да, или что? Ну, это замена свойства вообще получается, это замена свойства, даже не повторное использование, мы меняем свойства. То есть, Мирнинский вот этот кейс, который большие шины собирает и потом делает резиновую крошку и так далее, это та же опера, да? Ну, это, как бы, ну, это, знаете, просто, в общем, понятия такие, наверное, да, вопрос понятий. Некие, некоторые, там, профессиональные экологи, там, говорят так, ну, в некоторых случаях же просто невозможно запустить это обратно, там, да, в производство, да, а пластик можно, допустим, вернуть обратно в свою среду, там, несколько раз алюминий, да, алюминий тоже, допустим, да, поэтому, как бы, ну, ситуации разные, да, немножко. Ну, да, вот, кстати, Мирнинский кейс, да, по переработку резины, вот, наверное, переработка в Якутии, да, ну, можно резину перерабатывать на крошку, да, но тут надо сбыт, чтобы был, да, резины, сколько, да, представляете, и, как бы, дай Бог, чтобы был сбыт, ну, я думаю, что на, в других регионах наша крошка не сильно, как бы, нужна у них, наверное, и своя резина, и своя переработка, да, поэтому надо тоже посмотреть. Ну, вот, резина перерабатывают, и вот еще одно предприятие должно у нас недалеко от Якутской Максоголохи открыться, вроде бы, как, в ближайшие полгода, да, это наши партнеры, мы им сдаем нашу резину с нашей экостанцией, вот, а так, ну, полимер-песчаные изделия, а в остальном, что пластик, и пластика слишком маленькие накопления вообще сейчас происходят, да, допустим, наш, мы собираем пластик уже год, ну, и понятно, что там объем накопления идет по однорастающей, да, объемы увеличиваются, и вот сдали мы все равно, всего на переработку, пока это около двух с половиной тонн, и у нас сейчас есть на накоплении еще тонн, где-то так, пять, наверное, да, три-пять тонн еще есть точно, пока мы пластик накапливаем, еще не прессовали, поэтому не знаю точно вес, вот, это же очень мало, да, если поставить линию по переработку PET, да, она там, там минимальный объем, какие-то, ну, там, должны быть какие-то минимальные объемы, да, хотя бы там, ну, там тонну, две-три тонны в день, да, переработать, а у нас сбора нет такого, поэтому пока рано говорить об этой переработке, если сбор увеличится когда-то, да, то тогда, возможно, мы, можно будет поставить такое оборудование, да, какому-то предпринимателю, и, допустим, этот PET перерабатывать уже в гранулу, ну, естественно, гранул стоит уже намного дороже, да, то есть, если так, ну, там, в три раза, по-моему, там, цена будет повыситься, а если это будет уже гранулу, да, ну, такое можно сделать, там небольшие линии, да, в принципе, да, но вопрос, когда мы будем собирать много PET-а, пока тоже открытый, да, я думаю, что это там... Ну, это же очень сложно, вот этот PET весь, ешь, шкрябай, помой, да, не, ну... Я врагу не пожелаю возиться вот с этой бе... Ну, это, я не знаю, можно ли об этом говорить или нет. Да можно. Нет, вообще, да, я так приказываюсь. Какая история, мы же, на самом деле, почему говорим, что надо все убрать? Вообще, на самом деле, если есть возможность, убирай, вот опять так же, да, если все так вот, если есть возможность, убирай, мы же с кинотеатра Азии, допустим, забираем PET, но они там, им они не снимают этикетку, да, вот, смотрите, какая история получается. Чем лучше мы подготовим вторсырье, уберем этикетку, да, уберем наклейку, уберем клей, даже если, да, выливаем остатки, тем проще на заводе будет его переработка, тем меньше ресурсов завод потратит на его переработку. Ну, это как бы с точки зрения, с экологической точки зрения это правильно, да, то есть хорошо подготовить вторсырье, но если у вас нет возможности это делать, вы делаете это, там, допустим, в офисе, то же самое сейчас у Сбера, да, там, ну, это же обычная урна, там нет никакой возможности убирать этикетки, да, то есть тогда можно, допустим, и сдать ее так, да, ну, то есть главное сдать и все. Идеально, идеально убрать, да, подготовить правильно, убрать этикетку, клей пошкрябать, но если нет возможности, да, и вас там, и вы от этого думаете отказаться вообще этой идее сортировки, можете не убирать, вот так вот. Ну, на инструкциях на своих мы всегда пишем максимальные требования, потому что если нашему человеку скажи, можешь там не убирать этикетку, он будет и воду забывать выливать остатки, и не сплющивать, допустим, да, то есть чем, поэтому мы не подусложняем в этом плане здесь. Чем завышен дефолт, тем лучше, да? Да, да. Сергей Саныч, еще один момент такой, да, вот вы отправляете за пределы республики, я так полагаю, вот весь картон и так далее, да, давайте задачку немножко, вот вам сильно облегчит задачу, если был бы мост? Ну, мы же как бы еще и как… Чисто логистически. Если это как-то отразится на тарифах, то облегчит, но по факту, я не думаю, что сильно произойдет сильное снижение, там, логистики, да, там, в цене произойдет. Ну, по крайней мере, круглогодично можно будет вывозить. Да, это не проблема на самом деле, в принципе, мы уже привыкли же, да, мы как торговая компания, мы уже просто привыкли, да, группу… Вегетариовать. Да, мы, это же как дело привычки, да, то есть люди удивляются, вы, там, два-три месяца не закупаете, там, не привозите товар, хотя как, как не привозим, ну, что-то объемное, очень тяжелое, там, контейнера не приезжает, а все остальное-то там приезжает, ну, там, подушки, не подушки, там, ну, да, там, ограниченные партии, там, можно привезти, пожалуйста. Конечно, картон не отправить, да, вот, с этой точки зрения. Ну, мы уже привыкли, на самом деле, так работать, зато мы накопили, и у нас там сейчас такое хорошее финансовое, допустим, хорошее количество денежных средств пришло сейчас, как бы, саккумулировались деньги, допустим, это позволит нам, допустим, может быть, какое-то новое оборудование подкупить, да. То есть, в принципе, я даже, я не уверен, что произойдет сильное снижение цены. Нам главное, чтобы логистика снизилась, да, вот, сейчас мы платим, там, 60 тысяч за фуру до Иркутска, да, если это было бы там меньше, но это было бы лучше. Там, глядишь, если эта ситуация как-то будет исправляться, я не знаю, какое-то, может, субсидирование появится для таких перевозчиков, да, условно говоря, то тогда мы сможем и покупать вторсырё в городе, да, это будет, это очень сильно подтолкнет к развитию переработки, да, то есть люди будут уже получать прямую мотивацию, да, и я очень сильно, кстати, искренне на это надеюсь, что когда-то мы сможем покупать за деньги вторсырё. Всё очень сильно, отрасль очень сильно динамически развивается, да, вот я тоже постоянно говорю своим коллегам, да, как бы, как бы, всё меняется. Если я вчера, и вообще сейчас, да, особенно какие-то, я смотрю, перерабатывать стали, вообще можно переработать практически всё. Если мы ещё полгода назад говорили, это нельзя переработать, то сейчас вообще перерабатывают практически, ну, там, это уже можно, да, и поэтому отрасль очень сильно быстро и динамически развивается, да, надо следить постоянно, и, как бы, я точно не могу спрогнозировать, как будет через полгода, да, до чему мы дойдём, а может быть какой-то резкий скачок там сделаем, да, мы будем точно развиваться, да, но насколько быстро, вот это такой вопрос, да, там, некоторых, возможно, да, будет какой-то всплеск, да, особенно если мы сможем покупать вторсырё. У людей. Да, у людей за деньги, да. Ну, вспомнил историю, кто-то вчера рассказывал буквально, вот, вы были на китайской стене, да, там стоишь, любуешься видами, значит, великой китайской стены, стоишь, доприваешь бутылку, и тут чувствуешь чистый взгляд. Оборачиваешься, а сзади бабушка стоит, ну, обычно, говорит, это бывает бабушка, да, которая, ну, уже прицелилась на твою бутылку, и она у тебя его, ну, по мере опустошения заберёт. То есть люди там уже привыкают, в Китае, в соседнем Китае. Они делают на этом, ну, пусть небольшие, но деньги. Это и в стране нашей, как бы, мне кажется, принято. Приживецы? Нет, у нас покупают вторсырьё. По-моему, там у нас, там немного регионов, в которых не происходит, не покупают вторсырьё, да. У нас, допустим, это из-за логистики. И там была низкая, там, из-за кризиса низкой цены, да. Там, где переработка, вот, комбинат стоит в городах, да, там, люди, естественно, там идёт скупка вторсырья. Скупка вторсырья, и всё. И в стране так это работает. Сергей Александрович, то есть анекдот о том, что сдал бутылки, купил вертолёт, это вполне реально, да? Ну, да. Но у нас так получается, ну, не вертолёт. Вполне реально. Ну, мы и покупаем не вертолёт. Ну, да, да, то есть, как бы, мы идём, мы пытаемся прийти к тому, что мы сможем доплачивать за сдачу вторсырья. Вообще, да, вот сейчас, как бы, если говорить про бизнес-историю, да, то тут же мы опять, ну, очень много вторсырья, в частности, картонного бизнеса. У торговых компаний, у производственных компаний, это огромные горы, там, есть, у нас есть кейсы, где компания в месяц сдаёт, мы забираем у них, да, по 150, там, 200 кубов картона в один только месяц, да, мы знаем там, и в этот… Это кто, с Киев? Да, с Киев, Макс Маркет, очень большие… Фост Маркет. Да, ну, Макс Маркет, Фост Маркет, да, ну, вообще, как бы, там, торговые центры, крупный строительный рынок, да, приличные объёмы показывает, и Айгуль там, да. Кстати, Айгуль, вообще, у них есть свой пресс, они прям прессуют, вот даже сами картон. Прям подготовку, то есть, какая-то степень подготовки уже есть, да? Да, да, есть, ну, там тоже, конечно, всё, не всегда у нас бывают проблемы по засорам, да, много, вот засор, вот там, если плохо сортируют, но мы с этим воюем, прям воюем, объясняем, вот, и тогда качество вторсырья улучшается. И, конечно, в этом случае мы показываем экономию людям, ну, реальную экономию. А пачки денег не находили вот в этом, в картоне, который, скажем, от Скифа там, или с Киевом, или Макс Маркет? Ну, а почему нет-то? Ну, пф, откуда? Да нет, ну, нет, конечно. А что-нибудь находили вообще? Ну, блин, ну, вообще, на самом деле, что только не находили, вот, бывает, там, чайники какие-то находят. Исправные? Бывают, да, иногда исправные там. Вот, что ещё находили? Ну, вообще, там все подряд можно найти, да, особенно вот на нашей здесь станции. Засор есть, да, есть. И мы, я думаю, мы думаем, как бы, вот, когда сейчас на базу переедем обратно, и там у нас, надеюсь, вопрос с теплом решится на следующий сезон, и мы там останемся. Да, мы откроем музей, музей по засору. Что мы только, что мы находим? Это интересное зрелище. Самое гнусное, что вы находили, ну, это что? Ну, это не из-за извращенного интереса, а вот, что люди кидают? Вот, мне интересно, что люди выкидывают? Вот, посчитали мусор, но всё выкинули? Ну, самое отвратительное, я бы даже сказал, что мы, наши находки, это пакет с грязной туалетной бумагой. Ну, вот с ведра, вот, знаете, в туалете, в ведре, это традиционно завёрнутый, всё, всё, это вторсырьё, кто-то посчитал. Причём это мы находили на нашей станции. Вот, самые интересные находки со станции, да, то есть, вот, получаются. И, ну, мы публикуем у себя в Инстаграме всегда, там, типа, постоянно напоминаем об этом. Ну, я скажу, становится лучше, вторсырьё подготавливают лучше. Вот мы работаем, за нашу, активно мы работаем, там, с лета, да, наверное, очень, до этого, там, менее активная фаза работы была, там, да, мы меньше вторсыряем. Ну, лучше становится. То есть, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы побывали, вот, на базе, да, где проведут упаковку. Вот, вообще, картон, она, вещь такая, он же сам по себе пористый, да, такой, ну, и чистый, пористый. И в какой степени он вообще, вот, да, вы говорите, 100 тонн, там, 150 тонн, 200 тонн даже вышли на уровень, да, с начала года, ну, сейчас, да, с начала года, подробнее расскажу. Ага. 200 тонн, это сколько в объёме? То есть, какую гору представить, чтобы представить, сколько это 200 тонн? Мы хотели же посчитать, да, не посчитали? Ну, в общем, сжимая, вот, смотрите, да, чёткие и точные цифры коэффициента сжимаемости посчитать практически невозможно, потому что всё зависит от качества подготовки вторсырья. Вот, допустим, у Скифа, у них нет времени, эти коробки от мяса, грубо говоря, там, резать, складывать, они же такие плотные, это тяжело делается. У них мы забираем, допустим, у них объёма больше, веса меньше, да, то есть, ну, плотность вторсырья ниже, да, поэтому вот сейчас мы купили машину с прессом, и она уже классно это всё в неё вмещается и запрессовывается, подпрессовывается. На этот расчёт мы как бы как раз и взяли машину с прессом, вот. Кто-то подготавливает вторсырьё лучше, есть прям, у нас есть даже топ, да, там, так, рейтинг, там, подготовщиков подготовщиков вторсырья, да, у кого-то прям идеально так коробочка-коробочки, да, вот там, конечно, там коэффициент другой, но вообще в среднем где-то от 30 до 40 раз примерно получается, так вот, да, коэффициент сжимаемости, да, где-то так. – Вот этот рейтинг подготовщиков вторсырья, давайте озвучим, давайте ещё раз, на уровне… – Я его сейчас… – На вскидку сейчас не вспомню просто, но вот хорошо подготавливает, там, Таубер, да, своя копейка, вторсырьё, торговый центр «Алмаз» на Петра Алексеева, да, там, у «Макс Маркета» – это хорошая подготовка, вторсырья, на «Апельсине», да, «Апельсин Оптимист», там, тоже хорошая подготовка, это наши контрагенты, «Айсберг» вот недавно к нам у нас появился, у них тоже хороший картон. Может, кого-то не вспомнил, ну, надо более точно посмотреть, но вот эти места, это места хорошие прям, «Амсай», да, у них тоже прям, прямо так, ну, смотришь, когда у тебя стопочки такие ровные, мы же этот, как наша сфера, да, да, и мы прям любуемся этими фотографиями, о-о-о, как классно, ну, смотри, как красиво, ну, то есть, красоты нашего бизнеса, пересылаем это друг другу, вот, наш топ. Я думаю, что, вот, опять же, якутская экологическая компания очень сильно повезло, что один из его руководителей, он сам является выходцем из среды бизнеса, да, то есть, на самом деле, посудите, каким бы талантливым человек бы ни был, да, если он придёт с улицы и начнёт заниматься вот в то же стадион, ну, успеха ему не видать. Вам помогают вот эти связи горизонтального уровня с представителями такого же бизнеса, то есть, легче же, наверное, всё-таки? Ну, видите как, у нас, во-первых, нам проще организовать встречи и разговаривать с людьми, так как у нас, мы там давно работаем в Якутске, и мы знаем этих людей практически всех, они знакомы нам. Когда-то мы с ними пересекались, у моих коллег есть их контакты с отдела продаж, да, я могу взять, либо попросить устроить встречу. Это, конечно, нам помогает в этом плане. Либо, если мы, допустим, не можем, там, выйти на ЛПР, да, там, да, как бы при прямом запросе, там, я могу там кинуть, там, кинуть, там, сообщения своим коллегам в чат, у кого есть, там, контакты в этой компании. Ну, так и делаю, да, вот, реально, например, я говорю, у кого есть, там, знакомые, там, в компании Якутии. Вот, кстати, интересная история, я говорю, у кого есть знакомые в компании Якутии, да, там, пишу, у нас, там, корпоративный СРМ, мне, там, три человека отвечают, я говорю, ребята, сейчас я как раз хотел рассказать про добрые крышечки. Я говорю, нам надо было отвезти тренажер для ребенка, да, там, до Чешского поселка, и это было перед Новым годом, зимника не было, единственный путь авиакомпании Якутия, 50 тысяч рублей нам рассчитали за эту коробочку, да, а с Москвы до Якутска она приехала за семь. Угу. Мы говорю, давайте попробуем написать письмо, вдруг помогут, да, почему нет, и вот так через знакомых нашли ЛПР какого-то, там, в общем, контакт нашли в Якутии через своих коллег, написали письмо, и генеральный директор Якутии, там, сказал, надо помочь, и таким образом, там, вот, 50 тысяч этим мы нивелировали, поэтому помогает, конечно, помогает, но и хотелось бы сейчас рассказать про добрые крышечки, мы региональный партнер вот этого всероссийского волонтерского движения добрые крышечки, вот, какая история, история собирает крышки, обычные крышки, да, вот от бутылок, от йогуртов, там, да, ну, там, от 19-литровых бутылок, бутылей с водой собирает по всей стране, сортируют, да, сдают на переработку, а вырученные деньги поступает в фонд, этот фонд помогает детям с сиротом, ну, там, с какими-то, там, инвалидностями, да, вот, и что примечательно, в Якутии уже, там, двум детям была помощь оказана, там, в Покровске девочки Алене, да, я там сам лично отвозил этот ей тренажер, и вот сейчас мальчику Жене там в поселке Черский, вот, ну, и, как бы, еще помогаем им по логистике, да, Якутск, ну, как бы, сложные регионы, там, с Москвы управляют, и когда Черский столкнулись, они говорят, я, говорит, на карту-то посмотрела, где это, я, говорит, как туда везти, вот, ну, и вот, просто, как бы, мне очень нравится этот проект, вот, маленькие крышки, никто никуда, никогда не задумывался о них, да, да, что их надо собирать, сдавать куда-то, да, потом бах, и тренажер за 300 тысяч, мальчику, ну, там, очень нужно этому человеку, да, очень, очень классная история, вот, поэтому всем прошу собирать крышки и приносить, сдавать к нам, никаких проблем это вообще не составит, очень легко и просто, можно накапливать хоть горы, да, сейчас, кстати, вот, в Алмазер Генбанке есть пункты приема, в Сбербанк сейчас расширяет эти, в наших, у нас на экостанции, в наших магазинах тоже можно это сделать, да, вот, такая интересная история, ну, и она, кстати, в себе аккумулирует очень много хороших людей получается. Батарейки нельзя перерабатывать? Почему перерабатывают? Ну, там как перерабатывают, там перерабатывают, их разделяют на компоненты, выделяют полезные, там, химические элементы, там, металла, да, и отправляют, ну, там, потом продают, но там суть в том, что очень мало этих полезных фракций, которые можно продать, грубо говоря, и переработка, она не окупается, но там еще какая, видите, какая история, да, опять это тоже отрасль только развивается, там, сейчас был один завод, сейчас там Мегаполис Ресурс, да, сейчас там вот Нектан открыл еще, еще один, по-моему, завод или два уже завода появилось, уже какая-то конкуренция стала образовываться и уже, допустим, первое, тогда нам давали цену 130, да, там, сейчас, может быть, как-то, если от тонны, говорят, будет подешевле, 130 еще сверху логистика, да, там еще дороже получалось, это вся история, а сейчас, как бы, там, там, национальная компания говорит, что можно сдавать от тонны, при накоплении тонны, там, в районе, там, 90-100 рублей, ну, там, плюс логистика сверху еще, да. Вот, отрасль тоже развивается, там, и была статистика, там, что-то меньше 5% батареек нашей страны, там, уходит на переработку, там, поэтому доля очень низкая, и опять же, я не могу предсказать, что будет дальше, но, скорее всего, цена будет уменьшаться, может, этот бизнес как-то будет субсидироваться или поддерживаться, да, что приведет к, возможно, снижению цены в будущем. Если вы сдаетесь в минус, да, вот вы говорили, 150 рублей сами заплачивать, доплачиваете, чтобы приняли их, да, на утилизацию, ну, вред, наверное, наносимый им достаточно большой, раз вы, представитель бизнеса, платите деньги за то, что… Ну, ну, там, сколько там, 100 литров воды, двух кротов, 20 квадратных метров земли и двух ежиков, убивает одна батарейка, там, кто-то проводил, ну, экологи говорят, да, опять же, статистика есть такая. Двух ежиков? Да, да. А вообще, вся эта история экологическая, вот, жили-вы-си-поживали, кабелем торговали, да, резко начали заниматься раздельным сбором, вообще, раздельным сбором занимается тут несколько агентов, я так понимаю, в республике, да, вы один из них, который, ну, еще раз говорю, вначале я говорил, есть люди, которые посмотрели это дело, прикинули бизнес-модель какую-то и начали делать на этом, пусть небольшие, на деньги, тем самым показывая, в чем, еще раз говорю, в вашем миссии, мне очень примечательно, показываю еще раз пример того, что даже на каких-то нелицеприятных вещах, ну, кому охота в чужом мусоре копаться-то, да? Ну, по факту, взгляд со стороны, да, значит, странные люди, покупая технику, чтобы перевозить мусор и так далее, ну, вот эти, кстати, ваши замечательные машинки, которые появились на улице города, да, якутская экологическая компания, я думаю, что это очень хорошее вложение конкретного бизнесмена, Сергея Петрова, в то, что наш край станет чище, ну, через определенное количество времени, но станет чище, без сомнений, а вообще не пахнет ли во всей этой истории с тем, что Сергей Петров, еще раз говорю, который торговал кабелем, да, и ротбандом, начал заниматься раздельным сбором мусора, не пахнет ли тут гретой тумбек, а, Сергей? На самом деле просто, не знаю, как-то вот у нас много, много энергии, у меня там, у нашей компании, да, и как бы навсегда наша задача была, вот мы и так к своей работе относимся, мы там не просто продаем, мы хотим продавать хорошо, мы там модернизируем наши торговые площади, улучшаем портфель контрактов, следим за товарными свойствами, огромные склады делаем, да, там, чтобы был запас, стараемся улучшить обслуживание, предлагаем новые материалы, там, правильные, да, так скажем. Вот, то есть не просто продажа была, да, всегда, а какой-то целый определенный подход, да, такая культура, да, то и в этом случае, да, как сказать, на, в общем, хочется делать, ну, в том числе что-то полезное, да, в том числе что-то полезное для жителей нашей республики, вот, и мы, и мы стали этим заниматься, но теперь это уже бизнес. Это уже бизнес? Это уже бизнес, да, я уже там, я уже, это уже бизнес, да, это уже бизнес, и семь человек в штате, да, самоокупаем, денег нам уже на них хватает, мы своих не даем, в принципе, машин на солярку, там, нам деньги тоже остаются, вот, и даже уже на развитие откладываем, сейчас будет, видимо, еще пару человек у нас в штате появится, потому что объем растет, вот, кстати, вот, подводил сегодня аналитику, перед встречей как раз заглянул в цифры, в 1С, 150 тонн всего в прошлом году сдали, это катастрофически мало, но мы там что-то по 20 тонн начали там делать, месяц задавали, это начиная с августа, август-сентябрь, потом в октябре сдали больше. Настраивали работу, были свои нюансы и проблемы, с которыми мы столкнулись. Вот тогда, вот в тот момент, конечно, было нам сложнее работать, и еще и пандемия была, все закрыто было, картон наоборот, был ниже намного. Тогда, конечно, были какие-то такие, скажем так, ну, когда мы в реалии вот этого бизнеса, когда мы только с ним столкнулись, были там сложные моменты, у нас завал на базе был, несколько раз этого картона под потолок 4 метра, и проблемы с кадрами, первое время мы не могли подобрать персонал, да. И с прессом потом наступила зима, а у нас там нет тепла, мы начали авральдо переезжать в новое помещение. Тут трудностей много было, но все равно мы тут удовольствие получаем от этого, от этой работы, да. Как бы мы занимаемся тем, от чего получаем удовольствие. Это же здорово, мне кажется. Вот. И поэтому дальше будем еще больше делать. И еще, а еще и уже зарабатывать начинаем, да. То есть, немного, но начинаем. Опять-таки, 7 рабочих мест для, просто на пустом месте, да, ну, еще раз, учитывая ваше вложение и так далее, это на самом деле здорово, да. А еще раз, пример для всех представителей бизнеса, да. То есть, вот Арсен Томский, он же представитель уже мега такого, глобального бизнеса, да, получается. У него же тоже изначально было движение «Мусору нет», но которое не предполагало бизнес-составляющую, да. Просто собирали мусор с окрестных лесов и так далее, сдавали. Ну, а пускай дальше занимается кто-нибудь другой. Именно в этом я вижу отличие, да. То есть, вы подошли-то как бизнесмен, как человек, который, ну, да, есть благая идея, о которой можно делать деньги. А есть же просто люди, которые говорят, давайте просто раздельно собирать мусор, а все, что касается логистики и прочего, куда вы будете сдавать, это уже не наши проблемы. Ну, я говорю, и проблема, то есть, тогда, когда мы начали об этом много говорить, говорить, тогда были проблемы в том, что некогда было сдавать, да, вот, и мы, ну, чтобы в одно место и все сразу, да. Есть, конечно, компании, куда можно мартон отдельно, отдельно бумагу, там, но это неудобноkg ездить совсем. И мы, быть бы, и мы начали этим заниматься. Смотрите, какая история когда ты постоянно во что-то вкладываешь? Постоянно вкладываешь, 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 ну, иногда надоедает, правильно. Есть какие-то пределы разумные, да, и, и развитие и тяжело делать развитие. Когда постоянно вкладываешь тяжело развивать правильно что-то, ну, как этот, как бочка, да, ты туда ложишь ложишь ложь я вода уходит уходит все постоянно тогда тяжело развивать а когда это вот это работает туда не надо выкладывать уже день ну там все остановился ты да там или там капитальные вложения типа машины то там делаешь один раз но чтобы это просто быстрее выросла и вернула там и и первый долг и второй долг да тебе в основной бизнес на грубо говоря тогда во первых работать проще становится менее напряженно и развитие больше становится и есть возможность какие-то новые проекты открывать на этом плане да без дополнительных вложений и не думать о том что мне нужны деньги туда опять да это как 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 трудный ребенок до такой постоянно на которого надо обращать внимание да вот что у которого постоянно давать деньги да то есть он хороший но надо вот и и и сейчас вот мы действительно подошли с точки зрения бизнеса к этому вопросу и как бы решили для себя что надо чтобы там это работало и давало деньги там ну что значит надо сделать надо значит еще дать денег немного купить второй пресс купить вторую машину и тогда там мы вернем первый долг и второй год долг примерно за то же время что и вернем один долг в случае если так все останется вот и и теперь такая уже самостоятельная система смысла для компании и мы только как бы и и развитие увеличивается наше да сегодня у нас загружается от машина да в этом году мы как 10 10 или 11 да я не помню точно по счету но тоже 200 тонн и конечно сбли накопления с прошлого года сейчас мы делаем заготавливаем картона в размере 50-65 тонн но планируем выходить думаю к лету на стол думаю к лету выйти на 100 тонн но от минус 100 тонн и все в 30 раз умножить что получается 3000 3000 на 3 3000 кубов на переработку из якутии отправиться есть у нас у меня есть аналитика за прошлый год я прошел всех якутских компаний типа наши мы называем мы на себя называем заготовители вторсырья компания заготовили тебя прошел и получилось так что о капом около двух тысяч тонн в прошлом году вообще язык уехал на переработку в основу то картон там а4 и пленка там до пленка сейчас пока зима мы пленку и под пластики накапливаем в общем будем разбираться с ним летом то что место не хватает потом накопление какие говорил небольшой да вроде бы кажется 30 бега вверх стоит 30 кубов а там весу ну три стыки там около 30 300 килограмм получается до 30 до по 30 килограмм каждый примерно все 900 килограмм да то есть это там две кипа бум-пам-пам мы соберем и все сложим поэтому пока копим вот на самом деле еще раз хорошо что сидим в таком необычном кабинете где брайан да на стене вместо основоположником марсизма ленина видывал я и такие кабинеты трое бородатых мужиков там висел и очень хорошо что инженер уже инженер по образованию инженер по образованию человек который призван созидать решил создать для родного города вот такой вот хорошую вещь икутская экологическая компания еще раз как журналист как человек который ведет направление социальной ответственностью том числе и развитие города в целом я думаю что невозможно представить развитие региона без переработки вторсыре не будем назвать мусора да и и в этом направлении и мусора сортировочная станция которую уже уже намечена уже реальное черта не имеет тоже в этом направлении деятельность больше большой кстати рывок рывок будет вперед это мусора сортировка то что автоматическая сортировка вручную тяжело сортировать это крайне тяжело делать из испытаны на себе сергеем петровым и особенно пленки это вообще ужасом пленку и и там она с первого сорта второго сорта да вот обычный стрейч ты смотришь на него он так вот я раньше думал одинаковые оказывается вот этот мутный норма чистый до чистая иногда бывает пыль протрешь и этот чисто оказалось а их надо по стартам разделить чтобы было тогда будет дороже получается цветной очень такая вот спасибо что решили выйти из тени да и рассказать нам немного о деятельности якутской экологической компании еще раз говорю компании с большим будущим с большим очень хочется надеяться что с большим будущим спасибо сергей александрович и это была программа до программа горожане которую веду я журналист дмитрий аргунов увидимся ровно через неделю